Всем привет, дорогие друзья! Ой, даже хотела вам сказать привет! Сегодня у меня день рождения, и мы будем отмечать его максимально не... ну, не как всегда. Во-первых, мы его просто не будем отмечать, ну, просто купим тортик, посидим по-семейному, да и всё. А во-вторых, в этот раз мне Лёша, ну, как всегда, спросил, что тебе подарить на день рождения, и я сказала, Лёша, подари мне деньгами, я сама выберу, что хочу. Отвези меня в тот магазин. В общем, магазин, там всё для уюта. Там столько всего. И самое интересное, ребят, что когда мы приехали в тот магазин, и не было денег, просто приехали посмотреть, что за магазин, у меня глаза разбежались, и я говорю, блин, я хочу здесь всё, я хочу всё купить, мне бы денег, я бы здесь всё купила. И когда настал этот день, Лёша мне подарил денежку, сказал, сейчас мы тебя повезём в этот магазин. Я, знаете, такая думаю, а нужно ли мне там что-либо? Может, мне и не нужно? На самом деле, вот какая-то странная психология, да? Когда приходишь, например, в Леруа, и там очень много разной плитки, а когда приходишь покупать эту плитку, то выбора, в принципе, и нет никакого. Ну, не знаю, у меня всегда так работает. И, может, я вообще не шмоточница, я вообще не люблю тратить деньги на себя, и мне сейчас скажут, Таня, не рассказывай сказки. На самом деле, просто мне вещи присылают на обзор. Все вот эти покупки, это всё на обзор. Пока не было, я не вела YouTube, не была блогером, у меня был очень сжатый гардероб. Я просто предпочитаю ходить в одном и том же. Я не люблю сегодня в этом, завтра в том. Я вот как-то, не знаю, как это назвать правильно, консерватор, наверное, в этих вещах. Вот. Поэтому сейчас я нахожусь в неком смятении. Знаете, я мечтала попасть в тот магазин. Можно было себе позволить всё, что хочешь. И сегодня я такая думаю, блин, а может, мне ничего и не надо. Обычно мне как в прошлом году, вот Лёша тоже сказала, дари мне деньгами, я сама выберу себе подарок. Я где-то полгода я ничего не покупала, мне эти денежки лежали, мне мама приезжала, подарила, они мне просто лежали, я их не тратила. Пока я не придумала, что действительно необходимое нужно приобрести. Ну, а сейчас я постараюсь, в общем, ребятушки, едем, я возьму вас вместе с собой, мы поедем вместе. В любом случае, я хочу вам показать этот классный магазин. И, ребятушки, огромное вам спасибо за поздравления. Сегодня с утра прям посыпались поздравления, мне очень приятно. У нас сейчас вовсю цветёт сирень, ставлю дома, запах стоит невероятный. Кстати, кто не знал, для того, чтобы сирень стояла долго, её нужно ставить прям в кипяток. И если она бывает так подвянет, наливаешь прям кипяток, прям с чайника, и сирень снова как новенькая, как огурчик. И сирень снова как огурчик. Так что у нас сейчас дома, самые весенние запахи, сирень стоит, пахнет, радует. Да и на улицу выходишь, сейчас ароматы стоят невероятные, и все деревья цветут. Весна уже полностью вступила в свои права. Погода, конечно, сейчас самая коварная. Вот и Макса мне приходится сейчас каждый раз контролировать, как он одевается в школу. Утром холодно, днём, казалось бы, жарко, но может обдуть холодный ветер. Или наоборот, оденешься потеплее, вспотеешь, и опять ледяной холодный ветер. Привет, сезон простуд! Лечим нос вот таким вот средством. Сиалор. Вот такое вот средство называется Сиалор. Он подходит для взрослых и деток от 3 лет. Для нас он просто спасение. Обычно мы им лечим длительный насморк. Продается он вот в таком наборе. Тут одна таблеточка и физраствор. Нужно всё смешать. Здесь в инструкции всё написано. Как делать, понятно и легко. Смешиваем и добавляем вот в эту баночку. Тут у нас спрей. Сиалор содержит ионы серебра. В составе нет ничего лишнего. И он очень хорошо помогает. В разведённый состав хранится 30 дней, но зато чистый состав без консервантов. А ещё для меня большой плюс в том, что его не нужно хранить в холодильнике. То есть можно брать с собой в путешествия. У Микушечки сегодня тоже день рождения. Микки сегодня исполнилась целых... Микушка. Целых 11 лет. Мы её уже все поздравили. С сосисочным тортом. Именинница наша. Микка, иди сюда. Микке сегодня 11 лет. Да. Даша в шоке. Что ты делаешь, Микка? Я сегодня родителям хотела написать с пополнением вас, с новорожденным. Ну, типа я у них родилась. А у них, оказывается, и если бы я написала, если бы я успела, то я бы в точку попала. У них сегодня цыплята вылупились. Ну, половина уже вылупилась. Забрал. Остальные ещё и посидит. Мама мне пишет, что это у нас не первый раз в этот день новорожденные. Я говорю, ну да, как минимум второй. Первый раз это я была. Но она говорит, что уже несколько раз так цыплята вылупляются, именно на мой день рождения. Вот так вот такой вот у них, у моих родителей, плодовитый день получается. О, а мы уже почти подъехали. Вот, называется Унидом. Гипермаркет. Потому что я сейчас внутрь зайду и забуду, как он называется. Пока папа коляску нам везёт, мы уже тут пришвартовались. Может, её так покатать? Нет, там не уроки. Да ей интересно. Что, ребят, погнали. Эти отделы меня не интересуют. Тут бокалы под пиво. Я вообще не пью. Ух ты. Для огня. Чаша костровая. В общем, тут садовая мебель, но мы её пройдём. Всякая. Я тачку взяла. А, ну да, я уже снимала это. Бокалы не нужны? Не, бокалы не нужны. Я же не пью. Затем они нужны. Ну, не знаю. Я пока иду к тому, что мне нужно. Меня интересуют. Сейчас я вам всё покажу. У меня, кстати, мама выложила. Мне фотографию прислала, где они там с папой делают японский фонарик и птичек. Мама всё птичек искала, никак не могла найти, чтобы были как настоящие. И там у них такая птичка довольно классная получается. О, как у нас в эпицентре продавали такие ёжики. Ладно, я вообще не по делу. Надо по делу идти. Что угодно. Всякие сервизы, тарелочки, наборы. Какие подсвечники красивые. Это тоже, что ли, подсвечник? Интересный. Хотела показать, какие здесь тарелочки красивые, различные. Но тарелочки я не буду покупать на свой день рождения себе. Это уж слишком будет. Я куплю кружечку. Я в прошлый раз здесь смотрела. Тут такие классные тарелки. Наверное, для японской кухни больше подходят. Вот такие вот под камень, каменные. Но одна тарелочка 1334. Вот. Такая классная вообще. Я буду смотреть, то, что мне интересно. А то у меня сейчас уже все началось. Просто хочется и вам показать, и самой посмотреть. Я хочу вазу себе посмотреть. Но таких, как я хочу, нет. Вот эти тарелочки мне нравятся, красивые. Так, тачка. Тачка еще пока не моя. Ее могут угнать. Ну, вазы мне никакие не понравились. Нужно, правда, вот, нужно такие вещи покупать просто, спонтанно. Они целенаправленно. Целенаправленно никогда не находишь. Ой, какие салатники красивые. Вот. В прошлый раз смотрела. Всего 125. О, тут по карте, оказывается. Вот такое вот. Надо посмотреть. Хочу три штучки таких, как минимум, взять. Для сахара, для... Даже не знаю, для печенек тоже классно такая будет. Надо подумать, для чая, для чего она мне нужна будет. Но для сахара точно нужна будет. Вообще недорого. Всякие вот крекеры в такую баночку насыпать классно будет. Удобно ли будет доставать, надо проверить. Взяла я... Ой. В общем, взяла я вот такую вот две штучки. Но они без упаковки именно идут. 125 рублей. Это по карте. И вот такая вот. Два с половиной литра, я думаю, для муки. Но я посмотрела, сейчас взяла. Вот. Если крышечку снять. Вот. Крышечка, кстати, тяжелая, такая прорезиненная. Вот тебе и ваза. Я именно такую, кстати, вазу хотела. Но я возьму одну пока. Не знаю, или муку буду, или использовать для чего-то. Но они классные, недорогие вообще. О, еще здесь есть набор крышек универсальных, силиконовые, которые на любой размер подойдут. Стоят 328 рублей. И в прошлый раз мы здесь были, тогда бокалы. Я смотрела, такие красивые бокалы. Вообще, классные. Различные. Вот стаканы тоже классные. Сколько стоят? 3000 за 6 штук. Они такие тоненькие, как вообще, не знаю, уж страшно. Но красивые очень. Так, огромный выбор чайничков. Я сейчас себе чайничек заварной выберу. всякие на любой вкус и цвет. Вот мне именно такая классическая форма нравится. И всякие соусницы красивые, салфетницы, подставочки, подложки. В общем, красота. Что касается чайничков, тут у меня, честно, мне все нравятся. Все красивые. Вот этот пузатенький вообще красивый. И этот тоже классный. И для меня, как любительница кружек, это просто рай. Я сейчас точно себе выберу какую-нибудь чашечку, которая мне понравится. Я в этом плане, у меня их столько много, а я до сих пор, кстати, пользуюсь новогодней. Нужно себя по сезону уже менять. Тут, кстати, чашки есть с двойным дном. я, наверное, себе такую и выберу. Хочу показать часы. Классные, классные такие. Кстати, тут куча всего, но мне именно понравились вот эти часики. Алеша мне показал здесь вот бокалы с пулей. В общем, тут креатив. тут и эти стопки с пулей. Такое все. О! Набор для вина. Какой-то он странный. А, это типа... Это чехол для бокала. Ой, чутка не придумают. А это что, чехол для бутылки, что ли? Ага, точно. Прикольно. Вот еще тоже интересные кружечки с крышечками керамическими. Чтоб чай подольше оставался. Ой, походу откручиваются. Ха, классно. Слушай, ну здесь реально можно на подарки всякое выбирать. А я сама себе выбираю подарок. Ха-ха-ха. Это вдохновляет на самом деле. Главное, чтобы никуда не спешить. Он тоже красивая крышечка. Ну все, я себе выбрала, потому что я не хочу чтобы была куча кружек. О, для мальчика и девочки. Прикольно. А это тоже к ним хочет. Ну я хочу с вами поделиться. Вот смотрите, огромный выбор форм для запекания, различной формы, различного диаметра. Просто огромный выбор. Здесь силиконовые формы. Тоже огромный выбор. Мне бы еще посмотреть формы для жульенна. Это жульена. И получается здесь. И здесь тоже формы для запекания с крышечками. О, вот тебе и формы для жульена, кстати. Можно готовить в этих горшочках. Это, по-моему, маленький, а это большой. Какая сахарница? какая сахарница? Это для запекания. А, сахарница написано, да. А я думала для запекания. Для сахарницы пойдет. Не, сахарница я уже взяла. Да? Угу. Прозрачно. Кастрюля керамическая. Тут столько формы для запекания. Не, я посмотрела, если была бы вот такая с крышкой, было бы классно. Ну, а так, у меня есть такая. А смысл? У меня их и так нигде хранить. Вот если бы отдельно продавали, вот хотя бы с такой крышкой пластиковой, видишь? Вот, в общем, столько разных форм для запекания. Прям хочется запекать. Прям здесь. У меня вот эти всякие. Смотри, видишь, сколько здесь? Я же ух ты, а это что такое? Афганский казан. Я такое в первый раз вижу. С ручками. Двухцветный. Из чего интересно он сделан? Made in Афганистан. Прикольно. Стоит три с половиной тысячи. Интересно. Чайники тоже на любой вкус и цвет. Выбор здесь огромный и цены здесь достаточно классные. А некоторые есть по карте, так вообще в пол, а то и в три раза дешевле. нужно тут карту себе открывать. Я себе блинную сковородку возьму, а то я жарю на разнокалиберных сковородках. У меня блины все получаются разные. Сказала Максу, чтобы померил мою блинную сковородку, а то сейчас возьму еще другой диаметр. А пока он замеряет, хочу показать мини-сковородочка. Какой тут диаметр? 16. А вот это я офигела. Чубинная сковородка блинная. я не знаю, мне кажется, пожаришь блины, качком станешь. Ой, и там классные тоже сковородки. А кто это едет? Чугунные сковородки для жарки блинов. Такими только подкидывать блины. Чугунная реально. Она тяжеленная. Хорошая? Да, хорошая, но я бы такой не стала жарить. О, 22. Тут тоже куча сковородок. И вот что я нашла. Ой, крышка чугунная для сковородки. Тяжеленная такая. Это мясо жарить, наверное, с такими штучками придавливать будет. В общем, тут куча классных сковородок. Тоже чугунная. смотрю на это все и думаю, может мне себе купить чугунную сковородку? Она мне, конечно, не так, что прям очень нужна, но я как-то о ней мечтала. ну, это прям большая, 28 диаметр, а это 26. Тут тоже с гнетом мясо жарить в стейке. Ну, да, он тогда прожаривается, он, получается, с двух сторон жарится. А это вообще недорогая. Съела, да? Такими нехитрыми маневрами я решила, что мне нужна чугунная сковородка. Картошка получается в чугунной сковородке суперская. Я давно мечтаю о такой. Спасибо. Спасибо за подарок. Пойду поставлю ее к посуде. Че? Ну, ааа, ты боишься последствий. Блин, куда мне ее здесь ставить? В России делают сковороду. Россия, Запорожская область, город Мелитополь. Берем. Я бы так и не обратила внимания. Мой подарок на день рождения выглядит вот так, но это еще не конец. Даша уже покушала. Мы тут уже давно. Надоело? Ну, ладно. Может, вы покушали? Сейчас будет минуточка юмора. Кастрюльки для борща продается. Вот у меня уже побилось. Вот, я думаю, вот это подойдет. Дашенька подрастет, нам нужно побольше кастрюли. Корзины для хранения. Огромный выбор и цены очень даже недорогие. Огромный выбор хлебниц, кстати. Ну, не знаю, я приноровилась хлеб хранить в корзинке у нас. Надо доску купить, чтобы вот так сверху была доска, на которой можно резать. У меня там корзинка красивая. Она хорошо вмещается именно внутри кухни. Не хочу, чтобы снаружи хлеб хранился. Потому что у меня столешниц не так уж и много. Не хочется загромождать их. Так тоже выбор большой. Так, ой, еще тут интересно, я сюда вернусь. Так, припаркую свои подарочки. Иду к корзинке смотреть. Я бы хотела какую-нибудь вот такую небольшую корзиночку для хлеба, чтобы хлебушек подавать. Ну, это прям совсем крохотульное. Вот. Тут столько всего. Слушай, это такая классная идея была. На день рождения себе так сделать. Подставки под горячее. Мне кажется, любая женщина такой подарок оценит. Прийти в такой магазин с заложенным бюджетом. Вот эти классные подставочки. На подставке под горячее себе выбрать. Вот еще красота. Доски всякие, минажницы деревянные. В общем, кайф. наборы для чая. Органайзеры. Я еще не знаю, нужны ли мне такие. Я еще пока не придумала. Для мелочей органайзеры я еще пока не придумала. Просто не хочется, чтобы лишнее было. Удобно, когда прозрачно. Это при вертикальном хранении. Нужно подумать, как у меня чай будет храниться. Я пока еще не определилась наверху. он у меня будет храниться или внизу. Ой, всякие салатницы деревянные. Вообще кайф. 1500 стоит. Контейнер для лимона специальный. И контейнер для лука тоже. Так, а тут отдел все дорого-богато. Ой, ну вообще красота. роскошный отдел. Сейчас быстренько пройдусь. Красиво. И всего-то 31 1990. Ух ты, это тоже, наверное, как возле подсвечника, что ли. А, это ваза. Доску какую-нибудь разделочную. Ой, и недорого. Я в кофе вот такие доски видела по 1000 рублей. Это одна толстая. В кофе вот такая стоила 1000 рублей. Будем сейчас выбирать с тобой доску, будешь мне помогать. вот это более-менее. А вот это нет? Это бамбук. Вы не знаете. Мне больше двух понравился. Это кто? Что? Бук. Бук. Ну да, ручку мне бы не хотелось. Можно отрезать? Нет, не хочу. Она красивая. она у нас... Нет, нет. Ух ты, какая доска интересная. Можно и бамбук. Да бамбук вроде хорошая. Ой, тоже красивая доска. круглая. Сколько стоит? 1173. А и что за дерево? Какое оно странное. Нет, не вижу. посмотри. Алеша прочитала это акация. Ух ты, смотри какие красивые. Но они маленькие набором. ну нет, это слишком маленькие. Мне вот такой размер. Я может две сейчас возьму доски. Посмотрим. Ты видел? это. Выпекать хлеб? Ага. Карабай. Я вот эту хочу взять. Я просто думаю, что вот это наверное большая. А зачем ты? Ты же таким. Леш, ну не знаю, она мне нужна. Для души. одну такую и одну такую. Какую лучше будет? Или вот эту или вот эту? Какая будет? Вот это лучше. Все хорошо берем. Потому что смотри я тебе еще раз беру. Не больше тебе это не больше. Закруглен на этот крюк. Ну в принципе смотри сама. Ну давай берем эту. А тебе мне все нравится. Даша уже устала. В общем я не стала брать круглую доску. Потому что я подумала я ее хочу взять для того чтобы на нее раскладывать еду, сервировать, минажницу, как минажницу ее использовать. Сейчас смотрю для суши вот такие вот досточки прикольные. В общем сейчас что-нибудь выберу. Красота. Просто так круглая доска стоила по-моему полторы тысячи. За эти деньги я лучше возьму уже сразу. Вот тарелка сервировочная. Потому что я не собиралась ее использовать как доску. Все я ускоряюсь потому что Даша уже устала. Хочу снять вот эти штучки. Когда в роддоме лежала узнала о таких вот штучках. А сейчас увидела я на зоне заказывала увидела их в продаже. В общем это для того чтобы кефир когда покупаете в мягкой упаковке или молоко открываешь упаковку и ставишь сюда и получается удобно наливать. Так ну я в принципе уже все набрала. Сейчас еще быстренько пройдусь и будем уходить потому что Дашенька уже устала. уже надоела здесь. Леша уже и мультики включил. Сейчас сниму вам всякие фигурки декоративные очень красивые разнообразные ой вот здесь вот прям очень красивые. красиво. 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 Ой, ну ладно, все, нужно завязывать мне с этими всеми путешествиями и идти на кассу. Это самый прекрасный день рождения. Какой у меня муж молодец. Я говорю, все, иду на кассу. Как на кассу? Еще выбирай. Спасибо тебе, Леша. Пойду повыбираю. Ну что, ребят, на самом деле это так здорово, так радостно в душе. Сейчас поедем за цветами. побежала, побежала. Даша уже устала ждать. Я ей тоже выбрала подарочек. Там, кстати, для детей игрушки были всякие. Я быстренько пробежалась. Вот, выбрала для Даши подарочек за то, что она меня так долго ждала. Вот. За цветами едем. Какой же день рождения без цветов? Главное, чтобы они там были. Магазин иду одна. Лешу с Дашей оставила. Она там опытом играется и мультики. Леша ей включит, потому что она уже находилась по магазинам. Я сейчас быстренько посмотрю, какие здесь есть цветы. Быстренько не получается. Тут же вот еще что. Нужно поснимать. Кстати, песочница. Я такую песочницу заказала Даши. Должна прийти. Сейчас посмотрю, почем я ее заказала. Смотрела я на Озон, заказала такую же песочницу, только желтую за 2 500. Все, я пришла в цветочный рай. Ой, это что, долголетние, многолетние, что ли? В общем, я сейчас по-быстренькому постараюсь взять каких-нибудь цветочков. Надо было корзинку, наверное, взять. Ух ты! Блин, ну я не могу по-быстренькому. Ребят, я все понимаю, что можно выбирать все, что хочешь, но посмотрите, вот такой вот большой букет, ну букет, как их называют, я забыла, даже гортензия, стоимость, отгадайте, ну просто вообще, вот, 8000. Ну я себе не могу такое позволить, я в шоке. Вот тоже 8000. Ну красиво, конечно, ну просто я знаю, что с ними может быть такая проблема, что они не, не приживутся, поэтому, ну вообще, ну это дорого, очень дорого, прям пипец, как дорого. Даша смотрит пультики, я надеюсь, там не будет этих авторских прав. В общем, зашла, тут цветы вчера разобрали, сегодня понедельник, сказали, завезут только через два дня, но там и наценка большая. Цветы, в общем, я куплю себе, у нас на рынке тоже большой выбор цветов и без наценки. И сегодня тоже я больше чем уверена, что там у них мало чего. Сегодня понедельник, в общем, наберу там. Я еще знаю место, где можно взять, но мне уже просто жалко Дашу, она уже устала от этих магазинов. Сейчас едем в Белореческие торты за тортиком и будем отмечать тортиком. Я довольна, настроение шикарное, жалко, конечно, цветы сегодня не купили, но ничего, мы в следующий день не купим. А так настроение, конечно, классно, не то, что у Даши. Там, получается, Дарград и здесь продаются цветы, но там тоже нужно походить, посмотреть, в общем, ребенок уже устал. не стала я брать в Белореченских. Когда Даши покупали, были такие, прям такие, какие-то воздушные, красивые, яркие, а тут пришла, а они все какие-то мрачные, как на похороны, блин. День рождения, извините. Какие-то черные торты. Ай, в общем, едем, метрополис возьмем. Такая интересная история. Все, Дашенька играется, ей все нравится. Леша тоже разбирает, смотрит, что я заказала. Тортик взяли вот такой обычный, этот, как его, пломбирный. Вот, сейчас будем отмечать. Ой, я думала, тебе карточку не отдала. Так, ребятушки, ну, разложила я свое имущество, так сказать, свои подарочки. Вот. Это не подарочки. И уже с кружечки попила с этой. Вкусненько. Очень красиво вот эти формочки и недорогие. Стеклянные. О, Дашенька тортик уже увидела. Вот, нам тортик уже подготовлен. Сейчас нам через 5 минут уже пиццу должны доставить. сковородку. Ой, она такая тяжелая. Леша уже прокалил. И там написано было, что нужно маслом ее обработать. В общем, Леша хорошо так обработал маслом. В общем, пишите, что самое вкусное получается в чугунной сковороде. Я думаю, что это жареная картошка, но, наверное, еще, я думаю, и мясо будет очень даже неплохо. А потом еще, слышь, купить вот эту крышку дополнительную сверху и делать стейки. Ага. Ну, она, наверное, тоже нагревается и, получается, мясо прожаривается. Вот такие вот подставки под горячее взяли. Классные. А эти одну хочу для сахара использовать, а в эту хочу крекеры насыпать. Мы постоянно крекеры кушаем. В эту муку хочу насыпать. Хотя, вот, ребят, смотрите, без муки, без крышки офигенная получается как ваза. в общем, посмотрим. Я, может, еще потом буду докупать. У меня еще осталось достаточно много денег подарочных. Даша разбирает все, что осталось. Много денег? Да, много. Это не самый эстинный слава. Ну, для меня это много. Я еще цветов накуплю. Ну, в общем, ой, ой, звонят пиццу доставили. Ой, а что сюда нету? Ну, вот. Вот так вот день рождения нужно отмечать. Ни готовки никакой, ничего. Сейчас пиццу принесут. И вот, сказала, зажгите мне свечи, потому что мне постоянно забывают свечи зажигать. Я хочу праздничного настроения. В общем, вот эти формочки, они просто обалденные, классные. Они, кстати, такие тяжеленькие. И здесь вот так вот прорезинено. Блин, я сделала классную рекламу этому магазину, но он реально крутой. И вот заварничек буду заваривать чаек. Ух, горячая. Ну все, ребятушки, на этой прекрасной ноте. Ай, спасибо вам большое за поздравление. Всем мира и добра. И меня с днем рождения. И всех, кто родился в этот день, читала комментарии, сегодня было много, у одной моей зрительницы, у мужа сегодня день рождения, с днем рождения мужа. Кто сегодня родился, кто вообще родился в апреле. Это самый прекрасный месяц. Согласитесь? Вообще, тельцы самые деловые, потому что родились в самой красоте. Все, пока. с днем рождения тебя, с днем рождения тебя. Макс, ты можешь поспорить? с днем рождения я, мама, с днем рождения тебя. Дашенька, я тебе помогала на твое дождение задавать, давай теперь ты мне помогай. Давай, я буду загадывать желание. Надо поставить. Ура! Ой, сколько дыма! я тоже хлопаю. Ура!